Ну надо, Миша! И это ребенок еще в нормальном настроении, говорит мама. Бывало и хуже. Путь к центру журавлики, где мальчик с аутистическим расстройством ежедневно проходит реабилитацию, порой заметно растягивается. Раньше мы вообще ложились и не шли. И что хочешь, мама, то и делай. Все-таки зима, и как бы нелегко ребенка одетого тащить, который еще сопротивляется к тому же. Поэтому всякие ситуации у нас бывают. Дело совсем не в том, что в реабилитационном центре ребенку не нравится. Наоборот, здесь Миша наряду с другими детьми с нарушениями учится общению и развивается физически. И все эти приятные впечатления перечеркивает путь сюда, в центр. Автобусы, рассказывает мама, до журавликов попросту не доезжают. Ни 77-й, ни 29-й маршрут. Вот мы начинали ходить, были морозы, до 25 градусов, плюс сырость очень большая, по ощущениям к 30. И не каждый автобус сюда заезжает. Это очень редкость большая, что тебе ответят, да, мы вас увезем. Просто некоторые абсолютно, я сказал, не повезу. Жалуйтесь, куда хотите, делайте, что хотите. Когда начинаешь просить водителей, 29-й мне даже как-то сказал, да мы вообще туда не ездим. Наглядно, 77-й и 29-й маршруты, по данным городских карт, выглядят так. При повороте с Фомина водитель должен ехать прямо. Но вместо этого высаживает пациентов реабилитационного центра на остановке санаторий и сворачивает на Лепедевского. Родителям и их детям приходится идти к журавликам пешком около километра. То же самое на обратном пути. На наш запрос по проблеме в профильном комитете города ответили, что жалобы на данные маршруты уже были. Сейчас вопрос взят на контроль. Предъявлены претензии перевозчика. В свою очередь те, сообщается, приняли меры в отношении водителей, допустивших нарушения. Изменилось ли что-то, мы проверили сами. Почему водители не доезжают до нужных остановок, так и остается на практике проблемным вопросом. За 20 минут нашего ожидания автобусы снова поворачивали на Лепедевского, минуя журавлики. Анара Шагирова, Александр Андропов. День с толком.